Встречайте! Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я бы хотел поднять тему духовности и внутреннего развития человека в несколько необычном контексте. А именно, не касаясь религиозной философии в понимании нематериальных или каких-либо мистических практик, обратить внимание на бытовое взаимодействие человека физического с несозаимым миром через собственный нематериальный орган сознания. Казалось бы, что тут может быть интересного? Какую тайну содержит пространство вокруг кухонной раковины или передвижения за рулем автомобиля? Что может быть удивительным в пешей прогулке по городскому парку по сравнению с древней пещерой в Гималаях, где сотни лет монахи находили свое просветление? Какая в этом может быть взаимосвязь? На первый взгляд ее нет, но если остановить мгновение как на фотографическом кадре, то вдруг неожиданно станут заметны некоторые моменты, которые всегда ускользали от нашего внимания. Движение позволяет воспринимать окружающий мир в целом, а застывшее мгновение узнать его подробности. И тут открывается новый горизонт информации. Раз я уже привел пример с фотографиями, то с этого и начнем. Далее я покажу слайды со своего инстаграма, поскольку других копий у меня не осталось. И тут в основном скриншоты, прошу прощения за качество иллюстрации. Я сейчас вам покажу ряд фотографий, а вы просто посмотрите, что вы при этом почувствуете. Ну вот так вот. Сюжет в кадрах незамысловатый, но он позволяет обратить внимание на простые сцены, которые условно подсвечивают некоторые ассоциативные образы нашего интеллекта. А именно образы нашего детства, где волшебный сказочный мир был тогда нашей реальностью. Эти мгновения, запечатленные на фотографиях, позволяют увидеть нечто большее. То, что ускользает от нашего взрослого внимания и отдается в глубине не логичного, а эмоционального восприятия. Но это сейчас. А в детстве это была живая сказка, в которой мы могли чувствовать единение и взаимодействие с миром без посредников в виде социальных установок и рамок образования. Мы воспринимали окружающую среду во всей своей ее красе и позволяли ей быть разумной. И она отвечала нам тем же. В этом контексте хотелось бы рассказать забавный случай. Дочка моего брата, еще будучи совсем ребенком, как-то спросила его, а есть ли у собак совесть? Мой брат сильно задумался над этим, как оказалось непростым вопросом. Ведь и вправду, наши питомцы не раз проявляют своим видом чувство вины после какой-нибудь шкоды. И это могут подтвердить многие люди, у кого здесь домашние животные. А отсюда следует вывод, что некие высшие формы проявления нервной деятельности, которые люди приписывают только собственному виду, в некой мере присущи и миру животных. Как и сознание, которое как должное ребенок воспринимает в своем сказочном мире. К сожалению, со временем эта волшебная связь угасает. Самый неподходящий момент, но нам об этом не говорят. Напротив, всячески поощряют этот разрыв. Наше космическое сознание схлопывает примитивную плоскость и превращает людей в духовных инвалидов. В нашем распоряжении оставляют интуицию и предчувствие. Все остальное прячут в подсознании. Но что же это такое? Как объясняет это понятие наука? Приведу цитату. Подсознание – это термин, применявшийся для обозначения психических процессов, протекающих без прямого отображения их сознания и помимо прямого сознательного управления. Науку термин введен в 1889 году пьером Жанне философской диссертации. Позже он развил его в медицинской диссертации «Психический мир истериков». То есть, наблюдая эту историческую дальность, можно сказать, что термин возник, исходя из проблемы, которые необходимо было как-то обозначить и сформулировать. Что же до объяснения, то единого и доказанного понимания этого вопроса попросту не существует до сих пор. Абстрактность интерпретации так и осталась, по большому счету, в области теории. Между тем, некоторые термины и речевые обороты, которые присутствуют в нашем языке, как бы намекают на то, где необходимо искать ответы. В бытовом общении мы часто употребляем фразы типа «что-то на душе тяжко» или «сердце радуется». Мы же не говорим «голова радуется». Кстати, многие ощущения, как правило, исходят из области, где расположено сердце. Там же находится энергетическая чакра, которая имеет название «анахата». Если это название рассмотреть по смыслу, с точки зрения фонетики русского языка, то «анахата» – это «анадом», то есть ее дом, дом души, иначе говоря, место, где расположена душа. Отсюда и исходит чувственное восприятие. Есть такая расхожая фраза «крыша поехала». Это говорят о человеке с серьезным расстройством психики и интеллекта. В контексте сказанного можно понять, почему возникло выражение про крышу, ибо голова находится над чакрой анахатой, над домом души, и, естественно, символизирует ее крышу. Этот фигуральный образ объясняет, что если нарушена единая гармоничная связь конструкции, то это ведет к тяжелым последствиям. А еще такого человека называют душевно больным. И опять смысловая нагрузка этого понятия определяет душу как одну из основных причин заболевания, который в том числе и влияет на работу мозга. Хотя понятие души и абстрактны, тем не менее действие этой субстанции мы ощущаем на физическом уровне. Предчувствие. Интересно и то, что в состоянии предчувствия в голове возникает некая неуловимая мысль, которая несет в себе предупреждающую информацию, но понять ее не всегда удается. Это можно сравнить как фразу, произнесенную на чужом языке. Интонацию мы распознаем, а смысл нет. И тут важно заметить, что эти процессы четко разделены пространственно. Волнение возникает в теле, мозг воспринимает этот импульс и пытается провести анализ поступающей информации, расшифровать чувственный образ эмоций и перевести его в понятный для его логики смысл. И это, как правило, не получается, поскольку люди часто попадают в скверные ситуации, несмотря на то, что предупреждение своевременно было получено. Другое дело сны. Тут информация проявляется уже в видимых образах. Но и здесь не всегда можно понять смысл, ибо аллегория сцен, возникающая в сновидениях, тоже требует расшифровки. За редким исключением, когда происходит введение будущей ситуации без смысловых искажений. Такие сны в народе называют вещами. В этом контексте хотел бы привести небольшой отрывок из статьи, автором которой является Рита Розова, опубликованной на сайте «Школа жизни.ру». Далее цитата. «Как это не покажется странно, но некоторые государства обратили внимание на массовые предчувствия людей и решили создать организацию под названием «Бюро регистрации предчувствий» – БРБ. Первой страной, которая основала такую организацию, оказалась Великобритания. Поводом послужило то, что школьники одной из школ отказывались идти в школу, потому что они видели странный сон, что школа исчезла под какой-то черной субстанцией. Родители школьников и учителя полагали, что таким образом дети пытаются увильнуть от занятий. Но реально поставилось все на свои места. В один из дней гигантский оползень накрыл здание школы вместе со всеми, кто там находился. Тогда родители стали молиться Богу, что их дети, оставшиеся в этот день дома, не были погребены под обломками школы. Еще один пример. На шахте в Уильсе в результате аварии погибло больше 100 человек. Сотрудники бюро собрали отчеты людей, которые предчувствовали эту трагедию. Оказалось, что из 70 полученных отчетов 25 авторов сообщили своим знакомым о предчувствии беды. Еще столько же людей видело вещи сны, предупреждавшие об аварии. В остальных 20 случаях видения не подтвердились. Такая же организация была создана и в США. Она называется Федеральное бюро предчувствия, ФБП. Поводом для создания этой организации послужило то, что Ален Воген предсказал убийство Роберта Кеннеди. Первое предчувствие появилось у Аллена за три месяца до рокового события. Ему стали сниться вещи и сны с подробностями грядущего убийства. Он написал предупреждающие письма ведущим американским парапсихологам, изучающих причины необыкновенных психических способностей людей, и обратился к властям, чтобы они обратили внимание на безопасность Роберта Кеннеди, разъезжавшегося по стране в рамках предвыборной президентской кампании. «Последнее предупреждение Воген послал за четыре дня до убийства, однако никто ему не поверил. Роберт Кеннеди был убит 6 июня 1968 года в Калифорнии». Конец цитаты. «Физика сна, с научной точки зрения, изучена достаточно неплохо, но вот его нематериальные основы пока остались за гранью объективных доказательств. Раньше полагалось, что во время сна организм замедлял свои функции и в целом находился в глубоком покое. Но, как выяснилось позднее, в своей самой глубокой фазе, в кавычках, покое, в теле происходят очень активные процессы, при которых идет синтез важных элементов, нужных для полноценных метаболических процессов. Когда сознание человека переходит в режим отключения, то бишь сна, в теле происходит техническое обслуживание, его ремонт, настройки. Кто или что берется за эту серьезную работу? Опять пресловутся подсознание или то, что находится под крышей, то есть душа? Та субстанция, которая не знает покоя и усталости и не зависит от физического состояния тела, поскольку не является биологическим материальным элементом. Эта сущность, которая составляет ядро нашей личности, не является основным фокусом научного исследования, а зря, поскольку, как я считаю, именно душа и есть причина многих необъяснимых феноменов не только мистического плана, но и физического. И один из них – общий космический язык. Как утверждают ветхозаветные библейские тексты, в более ранние этапы человеческой цивилизации был общий язык для всех. Это описывается в рассказе про строительство Вавилонской башни в 11 главе книги «Бытия», где Яхве, возмутившись дерзостью подопечных, которые, возгордившись, решили сделать ему вызов лично, не нашел ничего лучше, как заставил их говорить на разных языках. После этого, как утверждает источник, струйка остановилась, и люди из-за непонимания друг друга были вынуждены отказаться от своего грандиозного замысла. Вообще история странная. Если разобраться, то, по большому счету, это происшествие не могло оказаться непреодолимой преградой. В конце концов, проводя аналогию по современному времени, даже и тогда должен был существовать универсальный технический язык, язык математики и геометрии, в конце концов чертежи, благодаря которым можно было наладить понимание среди подрядчиков. Но этого не произошло. Отсюда следует вывод, что то событие было иного порядка, при котором исчезло и понимание не только речи, но и вообще какого-либо смысла. Душевная болезнь, безумие. Нечто подобное происходило не в столь отдаленном прошлом у северных народов и иногда носило массовый характер. Мерячение. Этно-специфическое психическое расстройство, разновидность истерии, характерна для ряда народов Восточной Сибири. Впервые об этом феномене было упомянуто в конце XIX века и вплоть до середины XX века имело свое проявление. Зов полярной звезды, так эскимосы называли это странное явление, при котором люди полностью отключались от реальности и повинуясь не своей воле, шли на свет северного сияния. Приведу любопытный отрывок из статьи Шхена Аванесова, опубликованный на сайте Кириллица по поводу этого явления. Далее цитата. Небесный дворец, стоящий прямо под полярной звездой. Живым не дано видеть этот пустой потусторонний замок, но когда души мертвых открывают его окна, на землю проливается невероятной красоты свет, известный как Северное Сияние. С помощью этих огней боги приманивают и призывают души живых людей, и те, кому удается уловить этот зов, впадают в транс и начинают свой путь к полярной звезде. Можно, конечно, по-разному относиться к этой легенде, но в архивных документах имеется заметка от 1792 года, которая повествуется о незавидной судьбе сына купца Рыбина. Молодой человек, вместе с отцом, вышедший в море на правословую шхуни, заболел сынгой и, обессилев, лежал в постели. А кого же было удивление командой, когда после появления в небе полярного сияния, еле двигавшийся Алексей энергично вырвался на палубу и, не замечая никого, бросился за борт и уплыл на север. Кстати, полярные исследователи, до которых доходили слухи о странностях, происходивших с людьми во время полярной ночи, включали в экипировку членов экспедиции смирительные рубашки, чтобы попытаться совладеть с теми, кто оклютится на зов полярной звезды. Конец цитаты. Этот мистический пример, которому тяжело найти рациональное объяснение, на мой взгляд, выявляет простое душевное расстройство, которое заключается в нарушении взаимосвязи сознания души и сознания головного мозга, к примеру, ослабленную болезнью. В том случае, если мы допустим, что подсознание есть ничто иное, как наша душа, душа, которая пришла на эту планету из глубин космоса, соединилась с земным телом и оживила его. Что ее здесь держит? Только желание исполнить свое предназначение, не более. Если таковое не получается, то сдержать ее в теле невозможно, и достаточно пресловутого зоополярной звезды, чтобы спровоцировать ее бунт. Кстати, есть схожие явления и в животном мире, который несет по своей сути иной характер. Выживание. Это сезонная миграция перелетных птиц. Казалось бы, что тут необычного, простые природные инстинкты. Но это действие больше похоже на зоополярной звезды. Многотысячные стаи птиц организованно покидают насиженные места и направляются в длительное и опасное путешествие. Самое удивительное заключается в том, как они определяют точное время вылета. То есть весна-осень, это понятно. Но завершение сезона или его начало происходит не до момента, и птицы каждый раз по какому-то странному наитию решаются на перелет в определенное странным образом время, как будто уже зная, что там, куда они направляются, будет, к примеру, ранняя весна, и вылететь можно гораздо раньше. Каким образом они получают эту информацию? Может ли это явление иметь нечто общее с мерячением и лизовым полярной звезды? Я думаю, да. И причиной этому является информационная сетка нашей планеты, ее разумное поле. Другой вопрос заключается в том, каким образом животный мир считывает эту информацию, а главное, как понимать ее. На каком таком универсальном языке планета говорит с ними? И почему мы, люди, не ведаем его? Возможно, библейская легенда про Вавилонскую башню основана не на пустом месте, только ее история рассказывает не про вербальный язык, а несколько иной, язык без слов, но со смыслом. Универсальный язык Вселенной, нашей планеты и всего живого ее населяющего. Язык, который знает только наша душа, поскольку ее разумная суть видит, понимает и взаимодействует с миром совершенно на ином уровне. Возможно, когда-то люди знали его и успешно пользовались информационной сеткой нашей планеты, как, к примеру, в настоящее время мы пользуемся интернетом. Ничто не нового под луной. Концепция современной электронной сетевой структуры, то есть интернета, в целом повторяет или пытается приблизиться к той технологии, которой, возможно, пользовались наши предки. Ибо только в свободе общения и неограниченного доступа к информационным ресурсам возможен полноценный научный прогресс и развитие человека как разумной личности, но при условии сбалансированного этического градиента, без перекосов в ту или иную сторону. Результаты прошлых высокотехнологичных цивилизаций нас знакомы не понаслышке, и многие из них мы не можем сейчас повторить, несмотря на, казалось бы, мощнейшие современные научно-технические достижения. Это говорит об очень высоком интеллектуальном и техническом потенциале наших предков, который не мог существовать в примитивном и ограниченном обществе. Мы же являемся свидетелями очень негативного фактора, который возвращает смысл интернета как инструмента общения и развития. Сетевые ресурсы стали информационной свалкой и рассадникам смысловых вирусов, разрушающих некрепшее сознание, и не только молодых людей, но и людей зрелых физически, по факту и по уровню сознания, находящихся в той же условно-весовой категории. Увы, но сейчас не об этом. Хотелось бы привести еще один пример, хоть он и не так очевиден, как предыдущий, но содержит в себе глубинное смысловое содержание. Это сказки, где герой, попадая в волшебную страну или лес, вдруг начинает понимать язык животных и растений, точнее, с ним начинает говорить человеческим языком. Но это скорее сказочная аллегория, чем правдоподобная фантазия, поскольку в реальности для возможности вербального общения необходимы физиологические особенности организма, что у животных, а тем более растений, таковых нет, даже волшебных. За исключением некоторых пернатых, которые могут без всякого смысла просто подражать человеческой речи. Сказка же делает недусмысленный намек на то, что существует некий способ понимания окружающего мира и взаимодействия с ним, который позволяет в разы расширить свои способности и прийти к решению задачи максимально кратчайшим путем, насколько это вообще можно физически. В этом контексте хотел бы озвучить рывок из статьи «Зов Маугли» Сергея Демкина, опубликованного на сайте библиотекару. Далее его цитата. «В Африке издавна известно такое загадочное явление, как побратинство человека и какого-либо зверя или животного». Вот что рассказывает об этом Бика Акье, профессор университета в камерунской столице Дуалу. Европейцы различают в человеке тело и душу, или, иными словами, материальное начало и мысль. Африканцы же считают, что он состоит из четырех элементов, три из них присущи всем – тело, сердце, дыхание, четвертый элемент – привилегия рингомбе, то есть посвященных колдунов и людей-зверей. Он называется «У». «У» – это некая таинственная сила, дающая человеку отрождение, дающийся человеку отрождение. Именно она позволяет ему общаться с дикими животными. Самые посвященные верят в то, что могут вступать с животными в кровное родство. Человек, чувствующий в себе силу «У», выбирает себе какое-нибудь животное, неважно, зверя, птицу или присмыкающийся, с которым хочет породниться. С помощью других посвященных он отлавливает его, потом делает ножом порез на теле этого животного и у себя на руке, а затем прикладывает ранку к ранке, чтобы их кровь смешалась. Так заключается союз, который никто не в силах разрушить. Животное отпускают, впредь оно будет, как по-прежнему, бесшалостно ко всем, кроме своего кровника. Стоит ему позвать, и по братим тут же прибежит, прилетит, приползет и будет всячески ему помогать. «Однажды мне довелось остановиться в хижине одного рингомбе», продолжает свой рассказ профессор. «Я уже начал дремать в гамаке, когда за тонкой стенкой послышался шелест травы. Приподнял голову и увидел, как в дверь вползает огромная черная змея мамба, чей укус смертелен. Схватив стоявшего из головни ружью, прицелился. Змея поднялась на хвосте, готовясь к атаке. В этот момент в хижину бежал рингомбе и схватил мамбу в объятие. Он прижал ее к груди, лаская, как ребенка, а затем вместе с ней выскочил из хижины. Позже этот посвященный объяснил мне, что змея – это его побратим. Из той же статьи приведу еще одну цитату. Считаю, что сюжет книги «К джунгли» был на Вен Киплингу с одной стороны рассказами о том, что индийские йоги способны отдавать мысленные команды животным, с другой – библейской легендой, утверждающей, что до своего грехопадения и изгнания из рая Адам, то есть человек, жил в гармонии с тварями Божьими, единым сообществом, члены которого говорили на одном языке. На сей счет есть и другие любопытные указания. В настоящее время многие ученые склонны рассматривать Библию как достаточно достоверную историческую хронику прошлых событий. Между тем, в книге Нового Завета от Марка говорится, что после крещения Дух привел Иисуса Христа в пустыню, где Тот провел 40 дней и со зверями общаюсь с ними. В Среднем Египте повседневно общался со львом святой Антоний. На Руси с медведем святой Сергей Радонежский. А по свидетельству очевидцев в присутствии другого святого Серафима Саровского дикие звери становились тихими и ласковыми. Конец цитаты. Такое удивительное взаимодействие похоже на чудо, но считаем ли мы чудом нашу речь? Нет, это естественный способ пообщение в человеческой среде. Так же и общение с животным миром и сверхъестественные способности на самом деле вполне нормальное и естественное качество нашей души. Правда, о нескольком ином образе, непривычном для нашего логического понимания. Чтобы приобрести эту возможность, к примеру, религиозные сподвижники впадают в духовную экзальтацию, читая сутками напролет молитвы. Или обращаются к крайней форме эскетизма, укращая тело и ум. Считается, что только через неимоверные усилия и духовные подвиги можно приобщиться к высшему смыслу и через него постичь новые способности. Воистину пропихивать верблюда через игольное ушко, когда рядом открыты большие ворота. С одной стороны, все гораздо проще, если бы не тот раздрай, который царит в человеческом теле. Прежде необходимо навести внутренний порядок, а за ним и придет понимание. А понимание является главным шагом, который устранит основную причину нашей немощи – конфликт. Начиная с раннего детства, нам внедряют противоречия. То, что еще на раннем этапе своей жизни видит и чувствует ребенок, взрослый воспринимает это за детские фантазии, о чем и спешат ему сообщить. И он начинает сомневаться в своей адекватности. Далее эта ситуация усугубляется, и маленький, но еще гармоничный человек делает первый логический шаг в сторону от своей души, признавая то, что он видел, и чувствовал это нереально и надуманно. Такое возможно только в сказках, которые ему читают или рассказывают родители. Часть естественного дара отрывают и отправляют в книжку, где ему и положено храниться вечно. Далее детский сад, в котором волшебство приобретает игровой и сценический образ, далекий от реальности, и не окрепший разум в сомнениях делает еще один шаг в сторону от совершенства. Школа вообще делает самый грубокий надрез в этой связи, штурмы осознания ребенка логическими образами, которые окончательно угнетают основные духовные магистрали и прекращают их естественное взаимодействие. Далее жизненные пути у каждого разные, и ни один из них не содержит в себе созидающие свойства, а лишь усугубляет внутренний конфликт, все дальше разъединяя некогда единое целое, доводя это порой до крайностей, которые приводят человека к тяжелым последствиям. Ведь нас изморство учат тому, что жизнь – это борьба. Человечество на протяжении всего своего существования воевало. Теория эволюции нам говорит о естественном оборе, как о единственно логичном объяснении эволюции. Чтобы кто-то стал совершеннее, надо пожирать и убивать слабых. В человеческом социуме провозглашен закон джунглей, закон выживания и конкуренции. Эмпатия стала показушной даже в религии, казалось бы, в последнем оплоте духовного мира. Там тоже война между истинно верующими и еретиками, между Богом и дьяволом. Черное-белое. Хорошо известный знак инь-ян. Как трактуется борьба противоположностей? Не иначе. Дескость равновесия противоборствующих сил и есть гармония. Но позвольте заметить, там, где равновесие, там нет движения. А это, собственно, смерть или застой, который ничего хорошего себе не несет. А может, следует этот знак воспринимать не как борьбу, а как взаимодействие двух сил, женского и мужского начала, которые только в союзе, а не в борьбе, объединяясь, создают. Создают новую жизнь, движение. Есть всем известный символ, который несет в себе сакральный и, главное, правильный смысл в своем содержании. Это символ бесконечности или цифра 8. Содержание этого знака объясняет, что взаимодействие двух сфер в движении дают как результат в вечность. Что из этого следует? Какая прагматичная польза для нас, простых людей, в этом знании? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к иконографии. Как правило, все изображенные персонажи имеют вокруг головы нимб или, выражаясь современным понятием, ауру. Вот этот круг символизирует святость, нечто присущее определенному кругу лиц. Опираясь на религиозный догмат, следовало бы ожидать и графическое изображение поля души. Есть ли оно? Да, есть. Икона знамения Божьей Матери. Образ Марии вписан в общий круг внутри, которого расположен нимб, окружающий голову. Символ двух полей сознания головы и души повторяется и на изображении Христа, расположенного на ее груди. Примечательно, что его головной нимб точно расположен на чакре Анахата у Марии, что символизирует сокровенную часть ее души. Если рассмотреть этот принцип на простом человеке, то получится интересная штука. Поле сознания головы плюс-минус примерно такое, как на иконах. А вот поле души, по моему видению, не такое большое, как на изображениях Марии и Христа. И примерно имеет такой размер, как на этой иллюстрации. У нас появляется символ восьмерки, образ бесконечности, иначе говоря, бессмертие, о котором, кстати, говорит и Библия. По ее словам, первые люди до пресловутого грехопадения были именно бессмертными существами. Именно взаимодействие, а не противодействие, дает движение в сторону бесконечности. Но разрыв этой важной связи привел к роковому результату. Жизнь стала скоротечно наполнена болезнями и страданиями. Ко всему прочему, люди потеряли возможность полноценно взаимодействовать с тонким планом, который по своей сути является основной базой, фундаментом и первопричиной всего сущего, где зарождается материя, возникает событийность и смысл. Наш мозг, по сути, является грубой вычислительной системой, которая действует в оперативном плане, отслеживает и анализирует уже вторичные результаты. А душа является первоначальным автором замысла и его ведущим специалистом. В этом контексте хочу привести в пример цитату, сказанную Эйнштейном. Он говорил, что интуиция это священный дар, а рациональный ум верный слуга. Мы создали общество, которое воздает почести слуге и забыло о даре. Я никогда не сделал бы своих открытий в процессе рационального мышления. Конец цитаты. К этому человеку многие относятся неоднозначно и для этого есть основания. Но ценность его высказывания в том, что люди системы такого уровня несомненно обладали и обладают гораздо большими знаниями, которые недоступны основной массе людей. И к их высказываниям стоит уделять особое внимание. Почему нарушение взаимодействия сознания души и сознания мозга приводит к плачевным результатам? Одна из причин, на мой взгляд, заключается в искажении акта творения. Как известно, в теле человека присутствуют два основных вида энергии, условно называемые женская и мужская. В каждом из нас они по своему объему распределены не одинаково. У мужчин преобладает в большей мере мужская энергия и в меньшей женской, а у женщин соответственно больше развита женская энергия. Но также и присутствует мужская, только в меньшем объеме. Для чего это нужно? Для созидания, материализации, творчества. В теле взаимодействие духа энергии дают как результат регенерации, синтез необходимых веществ и является основой метаболизма. Источником мужской энергии является головной мозг, его сознание, а душа источником женской энергии. Хочу обратить внимание и повторить проусловность терминов женская и мужская, поскольку нам так легче понять смысл и как-то определить свойства этих сил. Так удобно нашему мозгу, который в силу своей тренированной деформации считает себя главным единоличным хозяином тела, но его мнение без поддержки души остается только электрической комбинации синематических сигналов, не более. Как аллегорический образ, повествующий о сакральных принципах взаимодействия сознания души и сознания мозга, хорошо представлен в сказке царевна лягушка, где в образе души выступает Василиса Премудра, а в образе сознания мозга Иван Царевич. Помните, когда царь дает задания своим сыновьям, в которых требуют показать умение их супруг. Иван Царевич, понимая, что его суженая просто лягушка и не может выполнить требования отца, в печали и отчаянии рассказывать ей о невполнимом задании. На что она ему отвечает? Не тужи, Иван Царевич, ложись-ка, лучше спать, почевать. Утро вечера мудренее. Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила себя лягушачью кожу и обвернулась красной девицей Василисой Премудрой, частые решета, мелкие сито, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, испекла коровай, рыхлый да мягкий, изукрасила коровай разными узорами мудреными, по бокам города с дворцами, с садами, да башнями, сверху птицы летучие, снизу звери рискучие. Как я уже говорил ранее, самые активные восстановительные процессы в организме происходят в фазе глубокого сна. Именно в это время происходит акт творения самых важных для сохранения полноценного здоровья в теле. Только тогда, когда мозг погружается в крепкий сон, душа раскрывает свой потенциал, превращаясь в Василису Пресмудрую в сказочной красоты. Приду цитату, сказанную еще в начале нашей эры архиепископом Константинопольским Иоанном Златоустом. «Душа есть естество разумное и духовное, быстродвижимое, непрестанно находящееся в деятельности, дрожающее всего мира беспременной и неписанной красоты, сущность, имеющая сродство с небесным отнюдь не впрочем, не божественное сестра, но сродное небесным и бесплотным существам. Душа человека так благолепна, что несравнима ни с какой природной красотой. Если бы было возможно телесными очами видеть красоту души, то никакие красоты земные не могли бы сравниться с нею». Конец цитаты. Что ж, не могу не согласиться со словами Иоанна Златоуста. Величие, красота и могущество нашей души находятся на таком высоком уровне, который не в состоянии в полной мере осознать наш мозг. Непростительная ошибка, которую когда-то допустили наши предки, обернулась трагедией для всех последующих поколений человечества. Наша душа превратилась в предмет торга, в разменную монету, которую люди платят своему хозяину Кащею Бессмертному. Но это уже другая история. Благодарю за внимание. Великолепный доклад. Спасибо. Мы благодарим Острогоры за великолепный доклад. Субтитры создавал DimaTorzok